Новые данные об операции, которую проводят российские вооруженные силы в Сирии. Как сообщил сегодня начальник генштаба Валерий Герасимов, на брифинге, куда пригласили военных атташе, кредитованных в нашей стране, авиация ВКС оказывает поддержку не только правительственным войскам. В помощь оппозиционной сирийской свободной армии ежедневно носятся до 40 ударов по базам боевиков ИГИЛ. Эта группировка, напомню, запрещена в России и других странах. Как отметил Герасимов, несколько отрядов свободной армии также получают помощь вооружениям и боеприпасами. Часть из них объединилась с регулярными сирийскими войсками. При этом начальник генштаба подчеркнул, что российские военные готовы сотрудничать с любыми государствами по сирийской проблеме. Дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке, в государствах Африки и в Афганистане, создала угрозу переноса террористической активности в другие регионы мира, в том числе и в России. Именно это заставило нас начать операцию воздушно-космических сил против боевиков исламского государства на территории Сирии. Российская Федерация способствует объединению усилий правительственных войск и формированию сирийской оппозиции по разгрому террористов. Отряды сирийской свободной армии общей численностью свыше 5000 человек совместно с регулярными сирийскими войсками ведут наступательные действия в провинциях Хомс, Хамам, Алеппо и Ракка. Говорил Валерий Герасимов о необходимости сообща бороться с международным терроризмом и экстремизмом. При этом он отметил, усиление военной активности НАТО и развертывание системы ПРО угрожает эскалации уже существующих конфликтов и появлением новых. Кроме того, Герасимов заявил, Министерство обороны надеется на объективное международное расследование обстоятельств уничтожения нашего СУ-24 турецкими ВВС над Сирией. Этому должна помочь расшифровка данных черного ящика сбитого бомбардировщика.